Добрый день. Тема сегодняшнего урока – социально-экономическое развитие в середине 50-60-х годов прошлого столетия в нашей стране. Но перед тем, как мы начнем, давайте с вами вспомним, что такое социально-экономическое развитие. Социально-экономическое развитие – это постепенный процесс улучшения жизни людей. Для того, чтобы понять, какой же был этот процесс, нам с вами необходимо будет ответить на следующие вопросы. Почему были необходимы реформы именно в это время, и в какой направленности они были, ну и, конечно же, какие были результаты после этих изменений. Все мы прекрасно с вами помним, что в это время страна остро нуждается в реформах, был экономический кризис. Как раз-таки в правительстве с этими поправками, с новыми выступает товарищ Маленков. Как же он видит развитие, в каком направлении он видит развитие нашей страны? Это в легкой промышленности и в сельском хозяйстве. Как вы думаете, почему выбраны именно эти два направления? Легкая промышленность позволяла за короткий промежуток времени обеспечить всю страну товарами первой необходимости. Сельское хозяйство способно было дать продукты, накормить страну. Сельское хозяйство он планировал улучшить за счет повышения урожайности и за счет личной заинтересованности крестьян. Что можно заметить, что урожайность он планировал повысить за счет правильного агропользования земельными ресурсами. Еще он предлагал снизить сельскохозяйственный налог. Зачастую мы с вами помним из курса истории, что как только наступает в стране кризис, либо какие-то тяжелые времена, налогами облагались все и они поднимались. Он же предлагает, наоборот, снизить сельхозналог, ликвидировать все задолженности колхозов, повысить закупочные цены в колхозах и совхозах и увеличить приусадебные участки. Этим он планировал лично заинтересовать колхозников в развитии нашей страны. Первыми результатами, конечно же, у него получилось уменьшить сельхозналог аж в два раза. Увеличить приусадебные участки колхозникам, повысить оплаты труда. Впервые в нашей стране колхозникам выдаются паспорта. Уменьшение, происходит уменьшение пенсионного возраста. Ну и как следствие, конечно же, увеличивается в стране производительность сельскохозяйственного труда, прирост сельского населения. Это, наверное, за поствоенное время впервые такое происходит. И эти реформы дали невероятный в истории России скачок именно в развитии сельского хозяйства. Но, к сожалению, у поста Маленков пробыл недолго, и его место занимает Никита Сергеевич Хрущев. Я сейчас вам предлагаю прослушать голосовую аудиозапись, где как раз Хрущев высказывает свое мнение по поводу того, как он видит развитие нашего государства. Вы сейчас идете впереди нас. Нам еще надо хорошенько поработать и попотеть, чтобы вас догнать. Принаряжем. Догоним. Обгоним. Вперед пойдем. Как вы думаете, кому были адресованы эти слова? Какой стране? Конечно же, Америке. Ведь ни для кого не секрет, что как в прошлом веке, так и в этом наша страна соревновывается именно с Америкой. Для того, чтобы понять, каким он видел развитие нашей страны, нам с вами, наверное, придется сравнить программу Маленкова и программу Хрущева. Именно в развитии сельского хозяйства. Мы с вами помним, что программа Маленкова была настроена на то, чтобы увеличить урожайность за счет правильной агрокультивации пассивных площадей. Программа Хрущева была направлена на то, чтобы увеличить тоже урожайность, но за счет чего? За счет увеличения площадей пассивных. Итак, уже в 1954 году как раз начинается так называемое освоение целинных земель. Это была проделана колоссальная работа. Было направлено десятки тысяч граждан, как это были добровольцы, так и специалисты своего дела, специалисты сельского хозяйства. Но, к сожалению, когда начали осваивать земли, это были земли Казахстана и Западной Сибири, столкнулись с рядом проблем. Отсутствие дорог, жилья, конечно же, зернохранилищ, зачастую зерно, которое убиралось, его попросту негде было хранить, и оно портилось в полях. Но, тем не менее, конечно же, были и положительные результаты. В результате было освоено 42 миллиона гектаров земель. Вы представляете себе эту площадь? То есть площадь нашего края составляет 6,7 миллионов гектаров. То есть это практически в 4 раза больше, чем наш край. 50% валового зерна, которое было произведено в 1956 году, было собрано как раз-таки на этих целинных землях. Были освоены новые города, построены села, дороги. То есть развивалась инфраструктура. Но, к сожалению, из-за неправильного агропользования землями, в скором будущем эти целинные земли столкнулись с проблемой, именно экологической проблемой. И за счет этого как раз произошло снижение урожайности. В нашей стране была такая инновация, как реорганизация МТС. Что это такое? То есть зачастую колхозам предлагали купить, предлагали не просто предлагали, а добровольно, скажем так, принудительно, предлагали купить технику у государства. Зачастую цена была очень завышенная. И как результат, конечно же, были разорены колхозы, часть колхоза была разорена. И произошла потеря кадров, именно механизаторов. Попросту трактористов их не хватало. Реорганизация в личном подсобном хозяйстве происходит таким образом. Мы с вами помним, что Маленьков в 1953 году предлагает увеличить в разы подсобное хозяйство крестьян. Конечно же, за этот период времени, за 5 лет, в 1958, они развились очень сильно. Хрущев, наверное, боялся, что, возможно, произойдет тот же процесс, что в недалеком прошлом. То есть образование кулаков. И поэтому принимается решение, чтобы сократить у местного населения поголовье сельскохозяйственных животных. И колхозам дается команда скупить у населения этих животных. И, конечно же, это, как следствие, вызвало обострение продовольственной программы. Итак, мы с вами знаем или, наверное, слышали кукурузные эпопеи. Хрущев и кукуруза. Сейчас я вам вкратце расскажу, что это такое. После очередной поездки за границу Хрущев загорелся идеей посева кукурузы на территории нашей страны. И зачастую площадя, которые были засеяны кукурузой, они были не на освоение, то есть направлены новых земель, а именно за счет сокращения посевов пшеницы и ржи. Это снижает урожайность и валовую продукцию внутреннюю нашей страны. Увеличение налогов на личное подворное хозяйство приводит к тому, что настает дефицит продовольствия. И впервые наша страна начинает закупать зерновые из-за границы. Это, к сожалению, длится еще очень долго. И мы можем, наверное, по этим данным с уверенностью заявить, что 7-летний план развития именно в сельском хозяйстве был провален. Но, тем не менее, реформы в промышленности были очень и очень результативными. Например, в результате открытия новых месторождений газа и нефти развивалась нефтехимическая переработка. Так, допустим, мы с вами можем наблюдать на диаграмме, что товары группы А выросли более чем в 5 раз, группы Б – более чем в 2 раза. Из курса географии мы с вами помним, что товары группы А – это товары, производимые для промышленности. Товары группы Б – это те товары, которые производятся для населения. Наш край, конечно же, тоже не остался без внимания. Так, уже в 1956 году в нашем крае, в городе Нинамыс, был заложен химкомбинат, который работает до нынешнего времени, остается самым крупным в Европе. Также в эти же годы, в 1956 году, со Ставрополя до Москвы был проложен самый длинный нефтепровод, его длина составляла более чем 1300 километров. Достижение научно-технического прогресса. Что мы можем сказать об этом? Конечно же, это освоение космоса. Мы все с вами знаем, что Юрий Алексеевич Гагарин, да, в 1961-м полетел первый человек в открытый космос. Выходит, извините, не в открытый космос, а выходит на орбиту. Также спутник был выпущен в 1957 году, который первый искусственный спутник нашей Земли. В нашей стране создаются первые сети научно-исследовательских институтов, которые работают по сей день. Благодаря именно ихней работе у нас в стране идет впереди планеты всей, это атомная энергетика, химическая промышленность. В нашей стране для развития экономической политики создаются совнархозы. Что это такое? То есть в каждом регионе был создан совнархоз. Это вело к тому, что происходило оживление экономических развитий именно в регионах. Но зачастую из-за того, что регионы стали общаться между собой реже, меньше, у каждого ставились отдельные задачи, которые не решались именно внутри совнархозов. Нарушилась экономическая связь между регионами. Для этого, чтобы такого не повторялось, было сделано такой совнархоз. Что это такое? То есть всенародное хозяйство. Результат, извините. В результате что получается? Увеличивается у нас с вами количество управленцев. Жилищная реформа. Все вы наверняка слышали слово «хрущевка». Это пятиэтажки знаменитые, которые у нас есть, наверное, во всех уголках нашей страны. Как раз таки жилищная реформа этих хрущевок принадлежит Никите Сергеевичу. Каждый четвертый в нашей стране получает квартиры. То есть зачастую до этого мы, граждане Советского Союза, получали комнаты в коммуналках, а теперь у каждого есть своя квартира. Итак, подведем итоги социально-экономических реформ. Экономический курс Маренкова, к сожалению, был отвергнут. Непродуманная аграрная политика Хрущева привела к тому, что посевы зачастую просто портились и были, скажем так, были некорректными. Но, тем не менее, реформа пенсионная, жилищная, крестьянская реформа прошла в нашей стране довольно-таки хорошо. К середине 60-х годов в Советском Союзе завершилось построение индустриального общества. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...